Всем привет! Сегодня я решила вам снять очередной лайфхак. Я буду приводить в порядок стиральную машину. Что там я буду делать, какие средства применять, всякие разные. И я не знаю, что в итоге получится. Я вам сейчас покажу, как это выглядит машинка сейчас на данный момент. Покажу, что я буду делать и посмотрим, какой будет результат. Надеюсь на успех, надеюсь, что все получится. Вот кювета. Во-первых, это инвизит. У инвизитов у всех кювета не вытаскивается. И это очень плохо. Потому что если бы можно было ее вытащить, было бы легче ее помыть, разобрать. Вот эта штука тоже не вытаскивается. Вот она. Вот ее приподнял, тяну-тяну, она не вытаскивается. Ну и сама кювета тоже не вытаскивается. Хотя пишут, что она вроде вытаскивается, но это все неправда. У моей дочки на старой квартире тоже была машинка инвизит. И там тоже кювету мы вытащить не могли. Это нужно раскручивать что-то там. Ну, в общем, целое дело. Вы видите, да? То есть уже какие-то там желтые подтеки. Вот это вот черное. Но черное, я знаю, можно этим доместесом удалить. А если вот это камень, то это уже лимонной кислотой. Ну и саму машинку тоже нужно прогнать лимонную кислоту. Кто-то из подписчиков не верит, что лимонной кислотой я это делаю. Ну, увидите. Дальше, что у нас тут? Ну, вот здесь тоже темные такие щели, да? Темная, как грязь. Но это все тоже от воды. Это тоже лимонной кислотой. А на дверце, если мы откроем сейчас. Да, вот здесь на дверце я вижу. Вот с той стороны тоже это вот не подлезть. Ну, может быть, это лимонной кислотой смоется изнутри. Дальше тут тоже вот уже такая грязь скопилась. Это все лимонной кислотой, оно вымоется. В общем, самое главное, сейчас кювету я хочу попробовать разными способами почистить. В общем, приготовила я лимонную кислоту. Доместас, сделаю кисточку, чтобы мне удобно было вот в эти дырочки всякие там залезть. Ну, емкость, губку и перчатки резиновые. Сейчас перчатки надену и начнем. Ну, первое, что я хочу сделать, налить водички. Я просто губкой хочу удалить вот эти излишки порошка, которые тут остались, и увидеть, что в итоге остается. Я примерно полгода назад уже ее чистила, поэтому сейчас вот эта чернота, она уходит легче, чем в прошлый раз. Вот она даже губкой удалилась. А дальше я попробую кисточкой пролезть. Сюда мы заливаем кондиционер. Вот туда вода наливается, и она там остается. Вот в чем неудобство. То есть для того, чтобы ее оттуда прогнать, это нужно включить полоскание режим, и тогда вымоется она туда внутрь. В общем, поэтому я сейчас туда налью чуть-чуть до места. Посмотрим, что будет. И попробую кисточкой там немножечко пошурудить. Если бы вам было видно внутри, то вы бы увидели там такая чернота на стенках. Вот с правой, с левой стороны прям черные стенки. И вот эта штука тоже, она вот черная прям с боков. Вот тут чернота видно тоже. В общем, мне не очень нравится, как справляется до места. Лишь только потому, что я туда залезть не могу. У меня есть белизна. Я сейчас в пювету, где находится у нас обычно кондиционер, просто залью белизны. Вот полную налью. Пусть она постоит с белизной. А потом белизна, она уйдет как в полоскание. Теперь я взяла лимонную кислоту, залила водичкой. И вот сюда, где у нас предварительная стирка, налила чуть-чуть. Где основная стирка, чуть-чуть налью. Потому что здесь уже никак иначе не справишься. Кисточкой, губкой сейчас буду пробовать, чтобы это оттереть. Я сейчас чуть-чуть сюда насыплю. Режим предварительная стирка мы никогда не включаем. Но так как вода сюда все-таки все равно поступает, со временем образовывается вот этот камень, который растворяет только лимонная кислота. До места никакой. Ни белизна тут ничего не помогает. Но когда вот это выглядит так страшно, просто смотри, безобразно страшно. Когда у меня дочка будет покупать стиральную машину, категорически не разрешу брать инвизит. Только надо, чтобы стиральная машина разбиралась, именно кювета, чтобы вытаскивалась. Все это можно было помыть. Вот так вот не подлезешь, и это ужас. А вот тут внутри, если образовывается черная плесень, она вообще вредна для здоровья. Она опасна даже для здоровья. И когда у нас кондиционер уходит туда в белье, частицы черной плесени туда тоже уходят. И детские вещи стираем, и свои. То есть это может вызывать аллергию. Это плохо. Поэтому нужно вот от этого как-то избавляться. А как? Машинка вот она, инвизиты они дешевые, но они не продуманы в этих моментах. Ну, пока здесь камень отходит потихоньку, я вижу, что он потихоньку отходит. Я еще позаглядываю вот в эти щели всякие разные, попротираю. Там тоже должен этот камень отойти. Ну, вот эти щели, они получше уходят, отмываются, чище становятся. Что касается этого отдела. Пока у меня будет крутиться машинка на 90 градусов, это очень долгая программа, здесь будет кондиционер, то есть вместо кондиционера сейчас находится белизна. Она будет здесь еще стоять, ну, как минимум там час или может быть даже два, скорее всего, да. Поэтому я сейчас это оставлю, трогать не буду. То есть насколько она отбелится, настолько отбелится, но по крайней мере визуально уже стало лучше. Там на стеночках, где я кисточкой не достала, там посветлело, ну, где-то чище, где-то что-то осталось. Ну, там уже где не залезешь, там уже не залезешь. С этим уже поделать ничего нельзя. Ну, уже лучше, уже чище, хорошо. Здесь отошло в основном, но еще не все. Наверное, я еще лимоночки добавлю. В общем, все, что я могла сделать, я сделала на данный момент. Теперь мы машинку будем чистить изнутри. Всю лимонную кислоту, которая у меня тут есть, я высыпаю в основную стирку. Весь пакет. Закрываю. И ставлю режим хлопок 90 градусов и прогоняю без белья, в холостую. Потом посмотрим, что у нас получится внутри, что у нас внутри дверца, насколько почистится. Что-то где-то, если не почистится, попробуем почистить тогда другим способом. Включаем. Вторая программа – это 90 градусов без предварительной стирки. Вот там крутится, видите, водичка. Ну, видно, она так чуть-чуть мутненькая, но просто я эту машинку уже чистила, где-то, наверное, летом чистила ее, не так давно. Ну, в принципе, уже, наверное, полигода прошло, чуть меньше. Вот. Мне хотя бы нравится то, что вот сюда попадает вот эта вот вода с лимонной кислотой. Я думаю, к концу стирки там вымоется вот этот камень, вся эта грязь. И вот здесь вот немножечко есть, тоже оно как бы там в щели, да, тоже чуть-чуть попадает. Но что не вымоется, может, я попробую так кисточкой там потереть. Ну, надеюсь на то, что она будет уже в хорошем состоянии, стиральная машинка. Ну, а по крайней мере, вот в щели вот эти вот я уже лимоночкой потерла, там, где было у нас. Вот это внизу щели она была, тоже такая грязная-грязная. В общем, визуально так внешне стиральную машину привела более-менее в порядок, в такой божеский вид. Ну, а в кювете камень этот оттерся, вот в этих двух отделах. А здесь еще пока хлорка осталась, и когда будет полоскание, она спустится вниз. Но я думаю, что там уже внутри будет чистенько. Но посмотрим, что будет потом. Ну вот, завершилась программа стирки 90 градусов. Посмотрим, что у нас тут. А тут чистота, красота. Ну, в общем-то, немножечко здесь можно было подольше потереть. Но самый главный принцип, то, что здесь камень был, он ушел, его не стало. Здесь стало все беленьким, чистеньким. Сейчас заглянем внутрь. Ну, вот там видно, что очистилось все. Что-то там где-то чуть-чуть осталось, но, по крайней мере, туда уже не залезешь. И насколько хлорка, вернее, белизна, насколько отбелила, настолько отбелила, уже лучше стало. Ну, а вообще, если попробовать ее еще раз залить, а может быть даже в горячем виде залить, можно было бы, может быть, еще чище все это сделать. Сейчас я машинку открою, и посмотрю, что у нас дальше. Так, это выключить надо. Так, посмотрим, что тут. Ну, здесь стало чище, но, в принципе, можно сейчас губкой вот это вот помыть. Ну, губкой все удаляется легко, в принципе, вот раз, и все. Все уже чистенько тут. Все тут уже намного лучше стало. Это губочкой протрем. Так, а вот эта дверца с этой стороны, вот эта вот мне не нравилась. Ну, туда подлезть очень трудно. В общем, туда не залезешь. Туда просто трудно залезть, но, в принципе, если желание есть, то можно там лимоночкой, наверное, скорее всего, я думаю, поможет лимонку очистить. Ну, в общем, в целом все уже хорошо. Вот эта вот удаляется тряпочкой тоже. Все уже стало чистенько. Ну, все. Остальное тряпочкой протирается легко. В общем, все замечательно. Я считаю, что лайфхак удался. Ну, в общем, я протерла тряпочкой стекло и снутри, и снаружи. Все стало чище намного. Все здесь убралось на стекле. Стекло прозрачное совершенно стало. Ну, а то, что там в щелочках чуть-чуть есть, это при желании можно все удалить. Ну, у меня уже нету желания. Я считаю, что достаточно, в общем, чистая стиральная машина. Я знаю, что внутри она уже вся на 90 градусов с лимонкой очистилась, и там уже все чисто. Все. Все замечательно. В общем, красота, чистота. Мне это нравится. Ну, все, мои хорошие. Стиральная машинка у меня чистенькая. Теперь хочу вам сказать еще, что почему я добавила белизну, а не доместос вот в это отделение, где кондиционер. Ну, мне показалось, что белизна, она вроде как бы должна отбелить. Но я думаю, что, может быть, стоило бы ее как-то нагреть. Ну, вообще, я бы не стала все-таки хлорка нагревать. Ну, просто это можно повторить, чтобы было еще чище. Но, в принципе, меня удовлетворяет то, что получилось. А если у вас есть доместос, можете попробовать доместосом. Просто смотрите, когда будет последнее ополаскивание, только тогда промывается эта кювета, и содержимое в ней опускается в стиральную машину. Поэтому часть доместоса все-таки в стиральной машине останется. Я думаю, может быть, от белизны меньше вреда. Хотя, с другой стороны, на полоскание уходит примерно около ведра воды, около 10 литров. И оно там все растворится. И я думаю, что запаха, в общем, не должно ничего остаться. Но я сейчас с насморком не чувствую никакого запаха, поэтому у меня все нормально. В общем, можете попробовать поэкспериментировать с доместосом, можете с белизной. Кому как удобно. Но у меня все нормально получилось. На этом я и заканчиваю это видео. Всем, кому понравилось мое видео, кому было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok